МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей стране отмечается День социального работника. Как на сегодняшний день в нашем регионе обстоят дела с обслуживанием населения? В нашей системе предоставления социального обслуживания задействованы 47 бюджетных, казенных организаций, которые предоставляют эти услуги. В этой сфере и в этих организациях работают около 4700 человек. Представляете, это какая армия работников, которые именно предоставляют социальные услуги гражданам. Из них около 1700 – это социальные работники, в честь которых назван праздник. Но тем не менее, в целом в Министерстве социальной защиты населения работают около 5500 человек, которые трудятся и на предоставлении государственных услуг, которые в нашей сфере 84, которые определяют право, назначают меры соцподдержки гражданам. У нас пользуются льготами около 380 тысяч граждан, и мы осуществляем более 600 только тысяч выплат гражданам, которые получают вот эти меры соцподдержки. То есть очень большой контингент людей, с которыми мы работаем как непосредственно предоставляя социальные услуги, так и воочию, ежедневно, сталкиваясь в своей каждодневной работе. Что касается предоставления социальных услуг, то на сегодняшний день, в соответствии со ступившим с 1 января 2015 года новым законом 442-м о социальном обслуживании граждан, нами оформлено уже более 18 тысяч индивидуальных программ. То есть эти граждане, все на которых сотрудники Министерства оформлены программы, заведены в реестр получателей социальных услуг. Это предоставление услуг как в стационарных учреждениях, то есть это дома-интернаты, социально-реабилитационные центры, центры реабилитации инвалидов и так далее. Это и полустационарные учреждения, которые предоставляют наши услуги, комплексные центры в основном, и это обслуживание на дому. Конечно, из этих 18 тысяч человек, которых мы обслуживаем, около 13 тысяч – это непосредственно граждане, получающие через социальных работников услуги на дому, приближенные. Мы стараемся это делать, мы, безусловно, здесь проводим огромную работу, сейчас я не скажу ниже, для того, чтобы человека из своей социальной среды не извлекать и по максимуму в его родных стенах предоставлять всю ту необходимую помощь, которой человек на данный момент нуждается, в которой человек нуждается. Последние 4 года очень большая работа нами проводится, то есть это в труднодоступных населенных пунктах. Ежегодно мы выявляем, особенно эта работа у нас активизируется, она у нас происходит постоянно, но наиболее активно мы устраиваем вот такие рейды – это осенний период для того, чтобы выявить людей, нуждающихся в преддверии зимы, вот в этих труднодоступных населенных пунктах, чтобы, так сказать, быть с ними как минимум на связи, как максимум поработать с ними предварительно, профилактически убедить людей хотя бы на зиму переехать в наше, например, отделение временного проживания и перезимовать и так далее – это выстроенная работа. И практически ежегодно около 1000 человек, то есть 1200-900 человек вот в этом году, около 300 населенных пунктов мы таких проезжаем ежегодно. Ездим мы в прежние, выявляются какие-то новые, то есть деревни есть, не поверите, деревни, у которых там, например, один дом и живет один или два человека, которые, ну, не хотят ни к детям, ни в наши стационарные учреждения переезжать, но, тем не менее, у нас с ними постоянная связь, мы максимально понимаем, когда, какие услуги надо людям оказать, и оказываем, и контролируем их вплоть до, опять, весенне-летнего периода, когда понимаем, что деревня наполняется, люди приезжают, автолавки всевозможные приезжают и так далее и там подобное. В других регионах есть проблемы, общаясь с коллегами, бывая на всевозможных совещаниях российского уровня, есть, к сожалению, ну, не во многих, но в ряде регионов проблемы и с обслуживанием, и с очередностью на дому, и с размещением в стационарные учреждения. В нашем регионе этого нет, и нет этого уже очень давно, и мы этому очень рады, и стараемся искать различные формы, методы, то есть поддерживать свои учреждения для того, чтобы люди не испытывали проблем, ни семьи, ни сами граждане в получении социальных услуг ни на дому, ни в стационарных учреждениях. Ну, вы говорите, что проблем, слава богу, сейчас нет, и все же сейчас очень много новшеств всевозможных появляется, и каких-то технологий. У нас что-то внедряется в регионе? Да, безусловно. Вот это нам тоже позволяет, так сказать, поддерживать и состояние здоровья людей вместе с Министерством здравоохранения мы здесь, естественно, общаемся, вот опять же, и в предоставлении лекарств, и назначении лекарств там, где нет, например, ФАПов или далеко больницы, и так далее. Вот, поэтому всячески граждан поддерживаем. И последнее время у нас, например, в этом плане ноу-хау – это санаторий на дому, где предоставляется целый комплекс услуг, временные промежутки, то есть само название за себя говорит, да? То есть не надо инвалиду добиваться путевки, ждать своей очередности, ехать куда-то, отрываться от дома. То есть максимально какой-то определенный набор услуг он может получить непосредственно на дому. Значит, у нас развивается активно, тоже последнее, вот, наверное, особенно время, это социальный туризм для пожилых. То есть вот прямо очень активно. Внедрена у нас второй год, тоже набирает очень сильно обороты, тревожная кнопка. Активизируем мы сейчас работу свою в плане вот предоставления услуг сиделками. Развивается у нас там и социальная парикмахерская. То есть это можно дальше продолжать, так сказать, и мы подстраиваемся под время. Мнение о бюджетных учреждениях, да, интернатах меняется, меняется, меняется в лучшую сторону. Вот, и это тоже отрадно, мы должны признавать. Мы тоже всячески, соответственно, в этом плане работаем. Вот, и хочу сказать, что на самом деле и мест у нас достаточно. То есть у нас около 2300 вообще, в принципе, мест рассчитанных на дома, в домах-интернатах и общего типа, и для психически нездоровых людей. Вот, и на сегодняшний день у нас только 1900 мест заполненных. Ну, сейчас мы говорим о работе людей все-таки, людей с людьми. И социальный работник отдается на своей работе? Это же само собой разумеющееся. Какая-то поддержка в ответ ему идет? Безусловно, безусловно. За последнее время, и мы об этом прекрасно знаем, благодаря указам 12-го года президента, ситуация в этом плане существенно меняется. Значит, что касается непосредственно социальных работников, то хочу вам сказать, что в 2012 году средняя заработная плата социального работника была около 8000 рублей. В 2015 году, вот начало 2015 года, 2014 год, заработная плата социального работника уже около 14000 рублей. И на конец 2015 года нам будет 14144 рублей. Вот, поэтому на 40, почти 3%, если быть точнее, то 42,7% заработная плата социального работника увеличилась. Но при этом, конечно, я не могу не сказать о том, что это не просто вот такое вот формальное, так сказать, увеличение за их нелегкий труд, все-таки, да, но благородный. Но это и увеличение нагрузки на социальных работников, то есть количество обслуживаемых. Это и повышение их профессионализма, потому что у нас добавились новые услуги, такие как социально-медицинские. Поэтому мы своих работников стараемся не просто, вот, так сказать, нагружать дополнительной работой, да, обязываем, а еще и в этом плане делаем все для того, чтобы их профессиональные навыки поднять. Сейчас появились профессиональные стандарты, которые обязывают это делать. Поэтому у нас около 1300 человек, если быть точнее, 1243 человека прошли обучение только в 2014 году, и мы на этом не останавливаемся. Помимо того, что мы обучаем своих сотрудников, вот, то есть мы еще совершенствуем свою работу благодаря проведению всевозможных конкурсов, как внутри региона, так и за пределами. И у нас в прошлом году сотрудник Рязанского комплексного центра заняла второе место на всероссийском конкурсе лучшего социального работника. Конечно, в этом плане, сами понимаете, это непосредственная работа с людьми, это все-таки тяжелые. Люди к нам приходят, как правило, и помощь в основном оказываем тех, кто в ней нуждается. Поэтому это, как правило, конечно, люди с проблемами и так далее. И здесь, конечно, мы тоже немало уделяем внимания именно недопущению профессионального выгорания. Вот, те психологи в тех учреждениях, которые есть, работают непосредственно с нашими сотрудниками, работающими непосредственно с людьми. То есть проводят тренинги, мастер-классы, обучают, как правильно себя вести, как реагировать в каких-то ситуациях. Вера Николаевна, все-таки в преддверии праздника, наверное, стоит сейчас с экранов телевизоров поздравить ваших сотрудников. Безусловно, и сделаю это с удовольствием. Я хочу, во-первых, выразить слова глубокой признательности каждому работнику Министерства социальной защиты населения за их вот этот самоотверженный, бескорыстный труд, который, так сказать, мои коллеги проявляют непосредственно, ежедневно, на рабочем месте, ежечасно, круглосуточно. Вот, то есть это очень дорогого стоит. Я за это очень признательна. Я хочу поздравить всех коллег, с которыми мы непосредственно работаем, которые сопричастны с нашим профессиональным праздником. Я хочу поздравить всех пенсионеров, вышедших из нашей сферы на заслуженном отдыхе, потому что все-таки работа в нашей сфере – это призвание. – Вера Николаевна, спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Я, в свою очередь, вас тоже поздравляю с наступающим праздником. Спасибо за ваш огромный труд, за ваш огромный вклад, за вашу большую и сложную работу. – Спасибо большое. – Успехов вам. – Спасибо. – Вера Николаевна Глонти была у нас сегодня в гостях, а это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова